друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале сладкий персик скажите а вы еще выбрасывайте хвостики от клубники оказывается так делать не надо их можно заготовить на зиму это можно сделать естественным способом если разложить клубничные хвостики просто на тарелках и дать им высохнуть в тени можно сделать в духовке но мы воспользуемся специальной электрической сушилкой у меня таких кстати уже 2 давайте быстрее начнем очень не терпится вам показать как это все работает берем нашу прекрасную клубнику и промываем ее хорошенько под водой затем отделяем от клубники хвостики из клубники мы конечно же что-нибудь вкусненькое приготовим например испечем клубничный пирог или сделаем лимонад а из хвостиков будем делать заготовку на зиму просто берем наши хвостики и раскладываем их по поддонам сушилки если вдруг у вас нет сушилки то просто разложите хвостики на какой-нибудь плоской тарелки так чтобы они лежали практически в один ряд и оставьте в темном месте у меня сушилка специально электрическая и пользуюсь уже второй год у меня таких 2 поэтому я устанавливаю поддоны сушилки и включаю самую самую минимальную температуру это примерно 35-40 градусов оставляем хвостики в сушилке примерно часа на 4 и смотрим что у нас получается если вы сушите естественным способом то конечно времени понадобится немного дольше затем просто перекладываем хвостики в какой-нибудь контейнер хранить нужно контейнер с плотно закрытой крышкой в темном месте аромат просто потрясающий и сейчас я вам покажу как заварить таких хвостиков клубничный чай просто складываем хвостики в чайник и заливаем кипятком можно добавлять уже например к зеленому чай или к черному или заваривать как я только чай из хвостиков вкус клубничный аромат просто невероятный очень жаль что я узнал этот способ только в этом году вот такие хвостики у нас получились их нужно сложить в какую-нибудь сухую стеклянную или пластиковую банку или контейнер и хранить в тени можно в кухонном шкафчике или даже в холодильнике как вам больше нравится такие хвостики можно заваривать отдельно кипятком можно добавлять их в другие чаи или же например добавлять в компоты мне кажется очень вкусно с клубничным хвостиком получится компот из сухофруктов мы с мужем попробовали этот способ первый раз и нам очень понравилось поэтому сделали запас на зиму будем зимой пить вкусный чай ставьте лайк если этот рецепт вам тоже понравился и подписывайтесь на мой канал а